Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Я бы хотел с вами поговорить сегодня о полицейской психологии. Собственно, мы уже начали этот разговор в одном из своих предыдущих видео. Было видео записано, называлось «Полицейская психология». Это продолжение того предыдущего видео и называется оно «Полицейская психология 2». Мы уже об этом с вами говорили. В том первом предыдущем видео мы закончили на том, что получили на основе статистической обработки три ведущих фактора. Это фактор обмана, фактор угрозы и фактор оскорбления. Кроме того, в анкете, которую мы предъявляли респондентам, обычным жителям, гражданам Российской Федерации, по поводу отношений их к службам правопорядка, правоохранительным службам, органам и системам. Ну и кроме того, в этом опроснике, в этой анкете присутствовало еще более 37 характеристик. Хамство, высокомерие, корыстное намерение и некоторые положительные, отрицательные. Ну и они шли там в разбивку, были открытые, закрытые вопросы в этой анкете, в этой анкете опросники. Анкете, если быть точным, анонимной анкете, предложенной гражданам. Ну и вот, собственно, результат вы видели в одном из предыдущих видео. Сейчас мы продолжили исследование в этом направлении и попытались с помощью уже факторного анализа описать то, что мы получили, те сырые данные, которые мы получили на первом этапе проведения этого обследования. На первом этапе были выделены обман, угроза, скрытая угроза, оскорбление словом или делом со стороны правоохранительных органов, полицейских, будем говорить прямо. Ну и, соответственно, провели факторный анализ и получили, соответственно, три фактора. Мы их назвали следующим образом. Это факторы агрессия, фактор недоверия и фактор неуважения. Таким образом, характеристика обман формирует фактор, который входит в структуру такого свойства личности, соответственно, с применяемым нами тезаурусом, как лицемерие. И характеристика угрозы и оскорбления формирует фактор, который входит в структуру такого свойства личности, как агрессивность. Таким образом, мы получаем три фактора. Первый фактор – агрессивность, второй фактор – паранояльность, третий фактор – наглость. Те характеристики, которые описывают полицейских и службы, в общем-то, правопорядка. В конечном итоге, проанализировав дальше на уровне статистической значимости эти три основных фактора – агрессивность, недоверие и неуважение, которые в тезаурусе – свойства личности, которые включают в себя 92 свойства личности – агрессивность, паранояльность и наглость – мы выделили ведущий фактор, то есть отношение респондентов к исследуемой выборке лиц, полицейских в частности. И выделили основной ведущий фактор – это фактор страха. Как вам, наверное, известно, страх в соответствии, опять же, с тезаурусом свойств личности входит в такую характеристику, как тревожность. Другими словами, полицейская психология – это психология, ведущая к росту в обществе такой характеристики, как тревожности. Ну и, конечно, специалисты, психиатры, психологи, психотерапевты прекрасно знают, психотерапевты прежде всего, ну и психологи, конечно, что тревожность – это основа основ, это основа тех изменений, которые происходят в личности человека, и ведут эти изменения прежде всего к неврозу. Ну, давайте посмотрим, у меня тут уже заготовлены и открыта статья в свободной энциклопедии Википедия «Страх – это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием». Вот что дает нам Википедия, в общем-то, с этой формулировкой, характеристикой большинство людей согласны, да, то есть это вот основная, краткая, понятная, четкая характеристика страха. Ну и, соответственно, переходя уже к тревожности, то есть страх, он является по нашим исследованиям доминирующим фактором, обобщающим фактором, обман, угроза, оскорблений и еще 37 характеристик ведут в факторном анализе к появлению таких факторов, как агрессия, недоверие и неуважение. В свою очередь, это все обобщается в понятие фактора страха. Ну, а страх входит в структуру такого фундаментального, базового, ядерного свойства личности, как тревожность. Ну и если перейти, опять же, можете вы сами с этим ознакомиться, опять же, переходя в Википедию, мы запрос пишем тревожность и получаем, что такое тревожность. Индивидуальная психологическая особенность, ядерная, я бы еще добавил психологическая особенность, это ядро личности, проявляющаяся в склонности человека к частым переживаниям, сильной тревоги относительно каких-либо поводов. Другими словами, полицейская психология, лица в форме, формируют у граждан Российской Федерации переживания, тревогу, ну и как следствие различного рода невротические, психотические, социопатические расстройства. Ну, в частности, у Зигмунда Фрейда выделяются три вида тревожности. Реальный страх, невротическая тревожность, он описывает ее как, собственно, предневроз, тревожность как таковая, и моральная тревожность с позиции супер-эго, если исходить из теории Фрейда, некоторая такая вот социальная значимость, давление социума на личность, которое тоже вызывает у человека состояние тревоги. Ну, давайте вернемся к нашему файлу. Итак, полицейская психология 2. Еще раз повторюсь еще раз, что мы видим в отношении полицейских, к лицам которых они должны оберегать, охранять, моя милиция меня бережет и так далее и тому подобные вещи. Вот эти люди, они испытывают по отношению к окружающей их действительности, вернее, проявляют по отношению к окружающей их действительности, и прежде всего гражданам, такие характеристики, как обман, угроза, оскорбление, угроза скрытая, угроза явная, оскорбление словом или делом, ну и другие факторы, к сожалению, положительных факторов, там вообще совершенно незначимость, там на уровне, там, крайне низком уровне, отрицательные факторы в этом опроснике. Вопросники, они были в анкете, вернее, если быть точным, прошу прощения, они были представлены примерно равным образом, положительные и отрицательные характеристики, свойств личности, и вот, к сожалению, ни одного положительного фактора в отношении не выявилось, только обман, угроза, оскорбление на первом месте, затем хамство, высокомерие, корыстное намерение, и все это в соответствии со всеми законами психологии, факторного анализа привело к трем факторам, агрессия, недоверие, неуважение, или другими словами, в соответствии с свойствами личности, это агрессивность, паранояльность и наглость, вот, они испытывают по отношению к окружающим их лицам агрессивность, паранояльные тенденции, подозрительность, может быть, это и хорошо в некотором смысле, но в конечном итоге, смотрите, к чему это приводит, и, соответственно, наглость, они испытывают, ведут себя таким вот образом по отношению к окружающим их лицам, ну и, соответственно, страх с вытекающим отсюда фактором, ведущим ядерным фактором личности, тревожность. Несомненно, такая система, она не может существовать, ее надо менять коренным образом, правоохранительные органы, полиция, ГИБДД, еще какие-то структуры не приносят пользы в психологическом плане окружающим их людям. Можно об этом еще много поговорить, я наверняка еще к этому вернусь, если возникнут какие-то мысли по этому поводу, но, по крайней мере, на данный момент мы получили определенные цифры, мы получили определенные факторы и обобщили их вот таким образом. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео на нашем форуме, пишите мне на электронную почту, я попытаюсь ответить всем. Рекомендую обращаться на форум, если будет такая заинтересованность, задавайте на нашем сайте вопросы на форуме, и, соответственно, мы будем с вами эту тему обсуждать. Может быть, у вас какие-то вопросы или уточнения, еще что-то возникнет. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok